МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жители города Тимиртау живут в аварийном доме. Власти города решить проблему не спешат. В чем причина недовольства жителей, выяснял наш корреспондент. Карагандинцы нашли новый способ борьбы с коррупцией. Неопознанный и невостребованный за 45 дней труп человека будет использован как анатомический дар. Теперь в Казахстане органы или отдельные части тела будут использовать в лабораторных исследованиях. Обо всем по порядку. Жители аварийного дома до сих пор не могут вернуться в свои квартиры. Напомним, в доме номер 66 по улице Димитрова провис потолок. Сейчас его поддерживают металлические подпорки. О проблеме расскажет Мирам Кульсал Кимбаева. Эта металлическая конструкция – единственное, что сейчас удерживает потолок от дальнейшего обрушения. В доме 66 по улице Димитрова Октябрина Фоменко проживает более 40 лет. Над ее головой также нависла угроза. Однако покидать свое жилье пенсионерка не собирается. Сейчас сказали, мы были на совещании в среду, да? В среду. Был с департамента, я не знаю ему фамилии, был Аким и свитые его все. И они сказали, дом не аварийный, но, знаете, будем по ипотеке собирать с вас деньги. С какой стати? С какой стати? Почему я дожила до 82 лет, и я платить должна эту ипотеку. Есть квартиры, ремонтируйте и все. Часть жителей все же покинули свои квартиры. Иглик Абдрашитов с семьей сейчас проживают в общежитии. Я сейчас 10 лет живу, а ремонт сделал уже 6 лет там ремонт. Там вообще не капало, ничего не было. А в марте месяце приехали, сосед 19-го, у него плита гнутый. За это нас тоже выгоняли оттуда. Ну, не выгоняли, сказали, ремонт сделаем. Ну, так мы вышли. Сейчас 5 месяцев, уже 6 месяцев я уже не живу здесь. В отделе жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что о проблеме жители знают и держат этот вопрос на контроле. По словам специалистов, восстанавливать крышу за счет бюджета невозможно. Все власти знают, все это на контроле каждый раз. Совещания проходят, и никто без него их не оставляет. Жителям квартир, где рушится потолок, власти выделили временное жилье. К слову, сегодня запланировано очередное собрание жителей. Будет решаться вопрос, что делать дальше. Мирам Гульсал Кимбаева, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Карагандинская область находится в середине по коррупции среди остальных регионов. Факт, который заставляет задуматься. В связи с этим, активисты агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции совместно с работниками Первого медиа-центра и с молодежью провели акцию «Белые фартуки, чистые руки». Они раздавали мыло и антикоррупционные памятки. Карагандинцам рассказывали о том, что такое коррупция и призывали по всем фактам проявлений взяточничества обращаться в агентство или звонить на номер горячей линии 1494. «Если вы стали свидетелем дачи или получения взятки, позвоните по номеру 1494. Мы всегда готовы вам помочь». Сегодня на площади перед Сумом особенно оживлённо. Парни и девушки в «Белых фартуках» работают активно, раздают мыло и антикоррупционные памятки прохожим. При этом объясняют основные статьи закона о коррупции, призывают граждан не молчать по всем нарушениям этих статей, обращаться по горячей линии 1494 или в агентство по делам государственной службы и противодействия коррупции. Атмосфера неприятия коррупции, её формирование – это основная цель нашей работы, чтобы в нашем обществе такое явление, как коррупция, не поддерживалось ни одним из его членов. «Не могу сказать, что наше общество находится в лидерах по количеству преступностей и не является, скажем так, самым менее коррумпированным. Посередине – 9-10 место из 16 регионов». Прохожие такой заботе были удивлены. Некоторые пытались скрыться от камер. Кто-то просто отмахивался. А наиболее открытые для общения слушали и делились мнениями. «Очень интересно, что мне было вручили, неожиданно. Сейчас сама никогда не сталкиваюсь, но очень много слышала, что в программе присутствует такой факт. Но я думаю, такие акции должны проводиться, чтобы наше государство развивалось, как-то граждан к этому приобщать». «Сами вы сталкивались вообще когда-нибудь с проявлением коррупции в полицию не верить?» «Конечно, сталкивалась, было много очень случаев. Жалко, что вы меня остановили». «Я рада, что такие акции проводятся. Побольше бы таких акций проводили в любых городах нашей страны. И надо мне мнение населения, чтобы люди, народ перестал давать, чтобы они этого не поощряли, чтобы они были против коррупции». Организаторы не намерены останавливаться на этом. Сегодня-завтра карагандинцев ждет мероприятие совместно с дорожно-патрульной полицией под названием «Взятком.нет». Что же ждет водителей, вы узнаете в следующем сюжете. Аймамлина Исламбеку Спан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Гранты Акима области для открытия малого бизнеса вручат сельской молодежи. Только при такой поддержке можно открывать и развивать бизнес в аулах. Сколько человек подали заявлений на участие в конкурсе и какие проекты не одобрили, смотрите в следующем материале выпуска. Всего на конкурс представлено 26 бизнес-проектов, но два из них сразу не прошли предварительную экспертизу. Это участники из Улатаусского и Нуринского района. Строгой жюри не дали зеленый свет двум проектам по разным причинам. Если человек хочет открыть парикмахерскую или фотосалон, то, по словам одного из членов комиссии, они должны иметь специальное образование. Из опыта предыдущей работы, когда человек сам подает, он сам должен быть. Если он открывает парикмахер, он сам должен как минимум быть парикмахером. Он не парикмахер, он говорит, я открою, ну, наверное, потом девочку найду, так не пройдет. То есть этот грант дается тот, кто сам будет работать тем, на кого он заявляется. И в Нуринском районе. Значит, тоже из опыта предыдущих работ фотосалон, он будет работать только в районных центрах. Там, где есть госслужба, там, где есть представители правоохранительных органов и так далее. В селе, где 800 человек, как бизнес фотосалон, он не пойдет. Чтобы участвовать в конкурсе на получение гранта, претенденты должны выполнить следующие условия. Возраст участника не меньше 20 лет. И он просто обязан проживать в сельской местности. Другие кандидаты уже не подходят, говорят члены жюри. В состав комиссии по отбору проектов на грант Экима области 7 человек. Это представители государственных органов, бизнес-организаций. Ну, можно выделить проекты, которые направлены на производство, на предоставление услуг. То есть, было представлено 26 проектов с 8 районов области. Достаточно все проекты интересны. Думаю, будет, из чего есть выбрать. Всего для поддержки молодежного предпринимательства на селе за 9 лет выделено 140 грантов. На общую сумму 24 миллиона тенге. По итогам заседания комиссии будут определены авторы лучших бизнес-проектов. Гранты им вручат уже 30 июля текущего года. Николай Кровец, Жаслама Кулбеков, Арман Нартаев. Первый Крагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... К другим новостям. Неопознанный и невостребованный за 45 дней труп человека будет использован как анатомический дар. То есть, органы или отдельные части тела будут использовать в лабораторных исследованиях. Закон об утверждении правил совершения и передачи организациям здравоохранения анатомического дара был издан Министерством здравоохранения и социального развития нашей страны. Опубликован закон от 21 июля 2015 года в газете «Казахстанская правда» вступит в силу через 10 дней с момента опубликования. Как же на это смотрит религия ислама и граждане города, узнавал наш корреспондент Аим Амрина. Анатомический дар может завещать любой дееспособный человек. Он даёт письменное согласие о том, что на благо медицины готов добровольно пожертвовать органы и ткани своего тела, как при жизни, так и после смерти. Завещанный им презент будет использован патологоанатомами или сотрудниками научных центров для проведения биомедицинских исследований. В новой редакции закона об утверждении правил совершения и передачи организациям здравоохранения анатомического дара говорится, анатомическим даром может быть признан любой труп, который не опознан и не востребован в течение 45 дней с момента обнаружения. В качестве анатомического дара нельзя брать трупы людей, которые умерли от болезни, заразной болезнью. Также те, которые погибли от насильственной смерти, самоубийства, либо от несчастного случая. Ну и в правилах указан порядок, кому передаётся. Этот закон о передаче для исследований неопознанного и невостребованного человеческого тела вызвал у нас много вопросов. Поэтому мы решили узнать, как к этому относится религия и ислам. По словам главного имама Центральной областной мечети Умерзака Бек-Кожа, ислам не запрещает пересадку органов от одного человека к другому, в случае, если оба не пострадают. Но по поводу лабораторного исследования неопознанного трупа пока ничего однозначно сказать не может. Это решает Совет учёных при Духовном управлении мусульман Казахстана. Всем, кто желает получить точный ответ, стоит направить запрос на сайт fitva.kz. Они выносят заключение, ссылаясь на Коран, на Сунну, на хадисы и на заключение всех учёных, мировых исламских учёных. И только в том случае я могу смело говорить, что можно, что нельзя. А карагандинцы к закону об анатомическом даре и использовании органов неопознанного и невостребованного трупа относятся негативно. Я считаю, что это неправильно. Дико, как бы сказать. Всё? А? Почему? Ну как это? Человека ищут, ищут, а потом органы берут, если на исследование пускают. Это нечеловечно. Нашли, надо похоронить. Я считаю, что неправильно. Что должен быть определённый срок какой-то другой, наверное. Ну 45 дней вот его хранят в морге, а потом если никто... Бывают обстоятельства такие, что где-то там малые родственники, может даже на отдыхе, правильно? Ну хотя бы месяц, ну месяц, месяц, месяц 45, это уже как бы полтора, да, получается. Ну месяца два хотя бы, наверное, хотя бы днишееся. А ещё из каких соображений? Ну только из этих. Потому что потом очень трудно изгумацию сделать, как бы доставать это всё вновь и перезахоранивать. Несмотря на негативные отношения, закон есть закон. Передачи в виде анатомического дара не годятся останки тех, кто умер насильственной смертью, совершил самоубийство или ушёл из жизни в результате несчастного случая. Обязательным условием является строгое соблюдение медицинской этики и сохранение врачебной тайны. Аймамрина Айденжакан Арман Артаев, Первый, Карагандинский. В городе Тимиртау был задержан вандал, осквернивший на кладбище могилу. По словам задержанного, на такой шаг он пошёл из-за ссоры с работниками кладбища. 20-летний человек без определённого места жительства не только разворошил место захоронения, но и забрал с собой останки недавно умершей. Это обнаружила родственница погибшей, которая пришла навестить могилу сестры на девятый день после смерти близкого человека. Женщина в панике обратилась в полицию. Спустя два часа после заявления вандал был задержан. Подозреваемый пояснил, что пошёл на это, потому что поругался с работниками кладбища. Признавшего свою вину правонарушителя водворили в изолятор временного содержания. Проблема доверия народа к судебной власти постоянно находится в центре внимания главы государства Нурсултана Назарбаева. В своём послании народу Казахстана «Стратегия Казахстан-2050» новый политический курс состоявшегося государства, он объявил, что в следующем году необходимо начать очередной этап модернизации национальной правовой системы. Государство и дальше будет модернизировать и укреплять правовую систему, которая должна стать главным механизмом защиты прав граждан. Будет делаться всё для роста авторитета судебной власти, доверия к ней со стороны общества. Все свои проблемы и вопросы народ должен решать именно в суде. Его работа должна стать гласной и открытой для населения благодаря введению новых технологий. Сейчас разрабатывается новая, более совершенная система, она называется «Тюрелик». «Тюрелик» более совершенная, дополнительно будет это для обеспечения доступа к правосудию, для ознакомления, для открытости к правосудию». Жители микрорайона Кунгей, района улицы номер 17, боятся за жизнь своих детей. Кабели электроэнергии на этой площадке протянуты под землёй. То и дело происходит обрывы. Сейчас местами провода оголены. Несмотря на то, что на дворе 21 век, около половины района Кунгей сидят без электричества и воды. Многие в скорое подключение благ цивилизации уже не верят. «Мы хотим просто жить, как все нормальные люди, чтобы не умирали там ни дети, ни током бьёт. Это хорошо, ещё не было смертельных случаев». На этом участке микрорайона Кунгей жители порядка 30 домов, не дождавшись положенного наружного подведения электроэнергии, решили проложить провода под землёй. По словам людей, компания «Караганды-Жарык» на это разрешение дала. Но с тех пор владельцы домов живут как на минном поле. Проводка то и дело оголяется, рвётся, электричества нет. Детей отпускать на улицу страшно. Место обрывов жители обозначили колышками с красными тряпками, но малшей туда так и манит. Электрики приезжать сюда уже отказываются, ведь соединять места разрывов кабеля приходится под напряжением. А вызывать специальную лабораторию, которая бы определила точное место повреждения электрических проводов, для людей дорого. Так как стоимость этой услуги кусается – это около 30 тысяч деньги. Такое удовольствие не всем по карману, тем более, что случаются аварии часто. Уже два года назад застолбили, есть новые столбы. До того, как дать участки людям, уже должны были провода электрические, освещение и воду должны были дать. Сейчас на 2015 год запланировали полностью провода закинуть на эти столбы. Но именно наши участки, особенно нуждающиеся в замене электролинии, сказали, что финансирования не хватает. Еще одна часть Кунгея – дома вдоль автодороги на Алматы в районе Алмалы живут в ожидании электричества около 8 лет. Обращение к чиновникам не дает результатов, жалуются люди. Зимой мы писали жалобу Акиму области от 115 семей. Ответ от него пришел. Пока не пройдет экспо, то из бюджета не будут выделены деньги. Электричество нам не видать. Но ведь у нас нет и воды. Попробовали бы чиновники сами пожить в таких условиях. Между тем, трансформаторные подстанции в этом районе есть, но они пустуют. По словам жителей, самостоятельно протянуть электрокабели им не по карману. Стоимость такого рода услуги влетит им примерно в миллион тенге. Вот так и живут карагандинцы при свечах и ежедневно привозя воду из родника Майкудука. Мы привозим воду из родника в Майкудуке, потому что у городских родственников в квартирах счетчики. А просить их каждый раз налить нам воды неудобно. Мы не можем смотреть телевизор, делать уроки, как все нормальные дети, потому что нет электричества. А нам так хочется посмотреть мультики. А в отделе строительства нашего города на вопрос, когда же людям ждать благ цивилизации, ответили по телефону. И, к сожалению, ничего утешительного. Им нужна сумма в размере миллиард шестьсот миллионов тенге. Власти ждут выделения финансирования из республиканского бюджета. Насколько это затянется, неизвестно. В начале текущего года планировалось из республиканского бюджета выделить порядка 170 миллионов тенге, но средства были в последующем секвестированы, отозваны. На сегодняшний день вопрос финансирования открыт. А по какой причине отозваны? Причина одна – дефицит бюджета. Таким образом, жителям микрорайона Кунге еще долго придется жить буквально в пещерных условиях. Бороться с оголенными проводами им, похоже, тоже придется самостоятельно. Аймамлина Айденжакан Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Цена жизни – 300 тысяч тенге. Именно такую сумму нужно было собрать для операции 7-летнему Ренату Сапарову из Караганды. У мальчиков рожденный детский церебральный паралич. Деньги собрать не удалось, зато нашлись добрые люди, которые помогли ребенку. У 7-летнего Рената врожденный детский церебральный паралич. Мальчик ходит плохо, но очень любит играть в различные игры и читать книжки. Ребенку нужно постоянное наблюдение врачей и операция, на которую у его семьи средств не было. Мама мальчика Ольга Сапарова, бывшая воспитанница пионерского детского дома, обратилась за помощью в службу социальной адаптации выпускников детских домов Карагандинской области. Я приехала и отдельно объяснила мою ситуацию, что проводят такие операции, но они платные, у меня нет возможности собрать такую сумму. И вот, благодаря жене Шамена, она обзвонила, она договорилась, нам сделали операцию бесплатно. Чтобы помочь мальчику, сотрудники службы социальной адаптации написали официальное обращение в Тульский институт клинической реабилитологии. И там их услышали. Ренату была сделана операция бесплатно. В данное время мама и ребенок находятся дома, чувствуют себя хорошо. Сегодня к Ренату приехали гости и привезли еще подарки. Центр молодежных инициативов Карагандинской области поздравляет тебя с тем, что ты станешь первоклашкой. Мы хотим тебе подарить костюм. Желаем тебе от всего сердца, мы желаем тебе, прежде всего, здоровья и удачи. Пускай все операции, которые ты перенес до этого, которые, может быть, тебе еще будут предстоять, чтобы они все благополучно завершились, и ты быстренько встал на ножки и радовал свою маму. Хорошо, Ренат? У нас при управлении по вопросам молодежной политики Карагандинской области существует Центр молодежных инициатив, в составе которого работает служба социальной адаптации выпускников детских домов. Задачами данной нашей службы является оказание психологической помощи выпускникам детских домов Карагандинской области. После проведения операции представители лечебницы и стулы пообещали следить за состоянием здоровья мальчика и во время ежегодных визитов в Караганду оказывать ему необходимую медицинскую помощь. Николай Кривец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова